Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы продолжаем обсуждать лунного рыцаря. Мы уже посмотрели половину, всего шесть эпизодов, три посмотрели, три еще впереди. Не все пасхальные яйца, конечно же, я нахожу, так что поэтому я всегда благодарен всем тем, кто в комментариях оставляет информацию, которую вы нашли. Что мы здесь делаем? Мы просто собираемся, пьем чай и обговариваем последнюю серию. Так что погнали, пообговариваем вместе. Последний эпизод назывался Friendly Type, дружественный, вот знаете, есть типажи, типажи, да, вот дружественный типаж. И тут, конечно, смысл, лично я для себя понял, что можно было указать и про тот суд, который был между богами, но, мне кажется, нам начинают давать такие намеки про третью личность, про третью личность, которая прячется внутри. Может, сейчас кого знаем? Мы знаем, что есть Стивен, да, сейчас у меня тут записулечки с именами, все как положено. Марк Спектр, потом Стивен Грант и еще есть некоторый мистер Рыцарь. В общем, о третьей личности, скорее всего, мы узнаем немножко позже, но она уже начинает себя проявлять. Этот эпизод восьмерочка, что тоже, в принципе, неплохо. Конечно, на фоне первых двух эпизодов, может быть, он немножечко послабее, но лично мне понравится. Итак, спасибо большое спонсорам, тем немногим, у кого еще работают карты, кто еще может поддерживать канал, спасибо большое. Так что, снимаю шляпку. Нас немного, но мы в тельняшках. Итак, по самому эпизоду. Конечно, прикольно было посмотреть, как Лейла, да, супруга. Я сначала не понял, что это такое. У нас теперь сериал переворачивается в формат, как помните, Ванда Вижн были. Актеры рассказывали там, ну, персонажи рассказывали о своей жизни, типа под ситком делали. Или же сериал Офис, или, ну, знаете, когда отдельно отводятся в сторону персонажей и делают какие-то вставки. Я сначала думал, что, к чему, а потом мы узнаем, что на самом деле это подруга семьи. Делайте ненастоящие документы, товарищи. Не делайте так. Вот, но видно есть, что нужно попасть обратно. И я столько посмотрел, столько посмотрел. Ну, конечно, есть умельцы, которые часто в детективах, там, в каких-то, или в шпионских фильмах, там, домашний станок по производству. Здесь вообще, конечно, тоже распринтовали, как ламинировали, штампсик поставили, и все, и документы готовы. Кстати, там очень интересная информация, если посидеть вообще, почитать про нее, что написано. Кстати, в прошлом видео мне сказали, что если смотришь, и в видео показывают какой-то штрих-код, или бар-код, или QR-код, его если сканировать, всякие бонусные яйца выпадают. И режиссерские яйца выпадают. Нет, там, допустим, когда в контейнер он приходил, если просканировать QR-код, говорят, что открывается ссылка на обложку одного из выпусков комиксов про лунного рыцаря. Ну, в общем, короче говоря, я теперь внимательно смотрю, есть ли где какие-то там штрих-коды, бар-коды, QR-коды появляются. И за всем начинаю подглядывать. Ну, тоже узнаем, какое ее имя, документы, узнаем, что 10 лет она уже не была в своем родном городе. Типа, они что-то вроде, наверное, как Лара Крофт, смешанная с Индианой Джонс. По крайней мере, то, как я понимаю, она чем занимается, вроде как ищет драгоценности у коллекционеров, то-се, или там какие-то раскопки и пытается вернуть в правильную культуру. Не просто там в музей задорого загнать. Допустим, Индиана Джонс, он там находил что-то, их просто в музей надо. Это принадлежит, допустим, египетской культуре, нет, мы притащили в британский музей. Или принадлежит еврейской культуре, нет, мы тоже в британский музей притащили. А тут вроде бы, как она, знаете, такой вот Робин Гуд, который находит культурное наследие и пытается принести их туда, где они должны быть именно культуру. В рамках нации, истории, или еще такой вот, по крайней мере, то, как я понял этот момент. Эти уже приехали со своим скоробеем, собрал бригаду такой еще, тот еще, Моисей по пустыне ходили, ходили, выискивали GPS и координаты, все, нашли. Ну, ребята, у меня этот момент, я вот продолжаю смотреть, и такой ужасный дежавю флешбек к этому идет, к Аладдину. Ну вот, хоть бейте меня палками. Я вообще, мне казалось, что сейчас Харабей подлетит куда-нибудь, подсоединится. Ну нет, сказали копать надо, он лапки сложил, показал в эту сторону копать. И рыть здесь. Ну и все. Бригада все такие счастливые, довольные, начинает копать. В это время мы видим, как Марк Спенсер, ему нужно тоже получить информацию, вышел же на этих ребят, которые вместе с Артуром Хэро ходят. И пытается же выбить из них информацию. И так прикольно, конечно, то, что вот в этот момент там с мальчишкой сражался. Как бы сначала хотел врезать малому, а потом внутренняя половина Стивен ему сказал, нет, не надо. И он просто вместо того, чтобы вмазать с оружием, или там ножичек перевернуть, он раз просто ударил его. И он отключился. И мы видим вот этот момент отключения, потом раз уже едет в такси, уезжает. Потом из такси вылез. Ведь что ты делаешь? И в какой-то момент опять он отключается. Многие напавшие на него, все побитые, разбитые, прибитые чуть-чуть. Кстати, в прошлый раз я говорил, несколько слов произнес таких, которые YouTube не любит. И у меня желтый значок висел на видюхе, его никуда вообще не распространяло. Так что я сегодня вообще пытаюсь обходными дорожками все произносить. И вот в этот момент тоже, тоже в этот момент он вернулся, увидел, что лежат бездвижные тела, да? И говорит, Стивен, что ты наделал? Он говорит, я наделал? Это ты вошел в этот, в кураж и так с ними поступил? Значит, мы очень скоро увидим вот эту вот третью сущность. Третья сущность пробивается. Опять-таки, что именно случилось с этим аватаром? Что именно произошло с Марком? Может быть, у него изначально уже были какие-то проблемы, вот это раздвоение личности, расстроение личности. И присутствие, присутствие вот этого Хонсу, да, Бога Луны, оно не помогло. Оно наоборот привело к ухудшениям. Поэтому я не удивлюсь, что если там и третья, и четвертая личность появятся, это вот, помните, фильм есть, сплит такой. Вот там, там вообще сколько личностей, что там, по тридцатник красных личностей было. Так что я, в принципе, не удивлюсь ничего. Ну, вот этот момент малой типа, слава Гидре, никому ничего не расскажу, шарфик свой отрезал, и полетел. Не, ну, он сказал, слава этой, как его, амат, амат этой чудовища, которое пытаются раскопать. Ну, вот такая вот отсылочка к тому, что слава Гидре, и помните, в Капитане Америка там тоже был один. Вместо того, чтобы рассказать информацию, зуб достал, раскусил капсулу, и все. Слава Гидре. Ну, в общем, фанатики, они везде фанатики. И, конечно, прикольно нам показали силу, ну, а то, что там ветерок там полетал, там как ветерок полетал, потом, ну, дал этому доспехик, которые его и врачуют, и дают ему силу. Ну, а тут мы уже конкретно увидели силу, такую проявление. Взять, сотворить затмение Луны. Понятное дело, что незаметным такое действие не останется. И прикольно, прикольно мне понравилось вот этот вот именно, как суд проходит, что боги существуют где-то в своем параллельном мирке, и на земле у них есть их аватары, которые их представляют, и они таким образом следят за землей, за тем, что происходит. Но если кто-то пытается раскрыть, и тут сразу прилетает кричалка из Министерства магии, и начинают решать, отправить вас в Кабан или нет. Ну, вы поняли, о чем я. Кто Гарри Поттера смотрит, отсылочку понял, кто нет, идите посмотрите. Кстати, сегодня вечером иду смотреть на Тайны Дамблдора, так что ждите, будет видюха с первым впечатлением. Оказывается, мы тут узнаем немножечко больше, что между Хонсу и Богиней Неба там Лаве было, ну, это как бы соответствует канону. И аватары тоже вроде, между прочим, так между собой хорошо общаются. Но у меня сложилось такое ощущение, что этот аватар, он недавно, не так давно работает вместе с Хонсу, потому что все помнят, очень хорошо помнят этого Итана Хоука, да, персонажа. С ним все общаются, помнят его хорошо. Скорее всего, вот это вот разделение, и что он взял этого нового аватара, аватара произошло, может быть, не так уж и давно, да. Ну, опять-таки, не так уж и давно, в рамках богов, которые живут вечно. И даже на совете он присутствует в первый раз, потому что ему аватар Бога Неба говорит, ты, главное, не сопротивляйся, позволь Хонсу через тебя разговаривать, просто расслабься и получай удовольствие. Ну, и понравилось, конечно, понравилось все это суделище, и подошли к вопросу, и вызвали, что до этого самого Хэроу, и он рассказал, что на самом деле этот запудрил мозги, взял себе аватара ментально нестабильного, ну, там, короче говоря, умеет работать по распространению дезинформации. Не знаю, может быть, там, Скобеева ему где-то слова пишет, не знаю, не знаю. Ну, короче говоря, сработал хорошо, внес смуту в ряды египетских богов, все перекинул, извратил, поставил все как надо, а своим, главное, дал задание, меня сейчас не будет, а вы продолжайте рыбтаны. И мне вот тоже так интересно, ну, раз они такие всемогущие боги, но они стоят в стороне, но можно было бы хоть поинтересоваться, провести хоть какое-то расследование, сказать, а вот у него скоробей есть, посмотрите, свидетелей еще позвать каких-то, нет же ж. Все приняли на слово, тот все перевернул, ну, такое, типа не знает, где гробница, но тетя вдруг ему говорит, я знаю, что в свое время, когда эту амад закапывали, был там один последователь, его звали учитель, он знает, где именно захоронили ее тело, потому что верил, что если боги дадут прощение, чтобы найти, где это тело находится, и у него есть эта карта, и нужно теперь пойти, пойти и найти эту карту, и где она дает все знаки и координаты. Ну, тоже такая немножко мутная тетя, может, специально сделали ее таким персонажем, но что-то вот такое, внутреннее подозрение у меня к этой тете. Появляется Лейла, мне очень, очень интересный подход, никаких тебе стаканчиков, ничего, это напитки из кулечков, с трубочкой. Никаких вам пластиковых бутылок, ничего, ну, я не знаю, насколько все это экологично в плюсе, но сам подход кулечка, да, ты еще не закрутишь, ну, завязать можно, не знаю. Ну, я никогда раньше не видел, чтобы кто-то пил напиток какой-то из кулечка. Немножко романтик, мы узнали про их историю, то, что она говорит, ты не дал мне шанса, если бы ты мне рассказал о своих ментальных проблемах, может быть, я бы тебе помогла. Ну, такое вот, знаете, такое вот немножечко моменты там, то, что, ой, я этого не слышал с нашей свадьбы, ну, вот как-то вот такое вот дали сцену. Помните, даже в Локи у нас был момент, когда там застряли Локи и Сильвия, они были застряли на одной из планет, когда там метеориты там падали, и у них была вот тоже такая вот, один эпизод был, и там большой кусок минут на 10-15 вот дали им такого раскрутки романтика, для того, чтобы больше, больше показать их связь, больше показать, насколько они к друг другу еще тепло относятся. Так что, поэтому, пускай эта сцена в динамике всего сериала, кажется, немножко была затянутой, но она была необходима для того, чтобы вот показать нам, насколько они все еще близки друг к другу, насколько еще переживают друг за другом, и немножко, немножко истории о том, почему они сбежали именно в свое время из этой части мира. Пришли, но тут такой еще себе непонятно, чей он Маск, чей кто такой, богатый дядя, коллекционер, и учит, и ездок-любитель, где-то даже проскакивала информация что, знаете, что иногда то там, то здесь говорят, что должен, его персонаж будет, он в комиксах есть, якобы, называется полуношный рыцарь. Не знаю, не знаю, не знаю. Я в комиксах не рылся, если кто знает, подтвердите, не подтвердите, есть ли такой персонаж, вроде как есть в комиксах, такой этот, который приходит, ворует разные артефакты, только для того, чтобы они у него были. Чтоб было, знаете, такой вот. Не для музея, не для кого, а только для себя. Не для того, чтобы перепродать, и стать богаче, а вот чтобы было. И, в общем, такой персонаж вроде как есть. Посмотрим. Прикольно показали, что там вот эта вот мумия, у нее есть вот эта карта, ее нужно правильно сложить, и понятное дело, что то, что Марк Спенсер не знает, Стивен Грант знает, но как бы Марк боится дать ему бразды правления, ну да выпендривался долго, тянул резину, тянул резину, тут уже появился и этот, Хэроу, со своим посохом, и тоже прям как Джафар, да? Идти, играй в свои игрушки. Ну, вместо Кобры у него это, крокодилы с двух сторон, головы крокодила, и он может то, что может смотреть в глазки с одной стороны, и передает, гипнотизирует с другой стороны. Ну, прикольненько. Прикольный момент, и вообще боевая сцена здесь очень классно была. Графика, да, графончик, но хорошо, хорошо, и хореография замечательная, и вот момент, конечно, когда протыкали его копьями, это вот прям был момент, аж вот действительно на крае сидения. Ну, вы понимаете, да, нам специально для этого рассказали, что бог луны, Хонсу, он дал ему этот костюм, и он сказал, что мои доспехи, исцеляющие доспехи, он именно про это проговорил, чтобы для людей не было вопросов, как это так, ему копьями потыкали, и что ничего не случилось. Да, пока вообще из лора, да, пока на небе есть луна, этот костюм, он там помогает и исцеляться, и боль не чувствовать, и, ну, не становишься суперменом, но где-то очень-очень близко, черпаешь силы луны. И прикольно было, как он раз-раз там разломал эти копья, всех пораскидал, и забрали, что там от той мумии осталось, после разрушения, которое сотворил Хэру, и теперь же не могут эти кусочки пазла слепить, и пришлось таки, пришлось таки Марку уступить роль Стивену. Стивен собрал кусочки, получилась звездочка, как ни странно, это прям, я вспоминаю про снежную королеву, нужно сложить вечность, и все время жопа получается из осколков. Вот где-то в таком, ну, этот раз-раз все сложил, получилась звездочка, карта, небо, и по этим координатам можно узнать, где именно произошло это захоронение, что не обязательно иметь скоробея, а по звездам можно тоже определить, где находится тело вот этой Амад. Хотя про богиню говорить тело вряд ли, может быть, она тоже заключена в какую-то такую вот каменную статуэтку, да, мы же увидели, что в качестве наказания загоняют в каменные статуэтки, и они там все могут слышать, но ничего не могут сделать, да. Ну, для того, чтобы точно определиться, он же бог Луны, и сделает самостоятельно, он же не бог неба, начнем с того, но Луна это вроде как гравитация, да, вращение, не знаю, не знаю, но силой такой вот он воспользовался, открутить небо, открутить небо, всех отправляет в прошлое, ну, сказать, что это перемещение в прошлое, нет, это на земле не начали там здание разрушаться, динозавр там повылезали, еще что такое, нет, он просто отмотал небо к тому моменту, когда делалась эта карта, говорит, я помню эту ночь, видать, ночь, когда заковывали в статую Амат, и когда ее послушник, учитель, нанес вот эти вот звездочки на карту, и они смогли сопоставить, посмотреть и узнать, где именно находится вход в пещеру, ребят, у нас 3 эпизода еще, 3 эпизода, события происходят очень-очень быстро, так что теперь, наверное, в следующем эпизоде мы увидим, что эти закончили копать, рыть, может там какая-то будет большая гробница, может путешествия будут именно внутри гробницы, и кто первый доберется до какой-то этой статуэтки, но надо не забывать, что теперь у нас Стивен, да, он может быть будет знать, как разгадать какие-то ключики, потому что смотрите, главный плюс вообще всех этих подземелья, что нам нравится с Индианой Джонс, когда Буби Трапс находится, вот эти вот ловушки кругом стоят, разные, обожаю третью часть Индиана Джонс, именно та часть, когда ему нужно было пройти, да, сделать шаг веры, там невидимый мост был, там пройтись по имени Бога, да, каждая клеточка там осыпается, выбрать правильную чашу, и если вот там будут именно ловушки, какие-то вот такие, мне кажется, Стивен, личность Стивена поможет разгадать эти ловушки, а личность Марка Спенсера поможет пройти все эти испытания, ну, по крайней мере, должны вот так вот как-то это изобразить, ну, все-таки ждем появления третьей личности, но за такие вот, за такую вот дискотеку, которую весь мир посмотрел, естественно, те решили, что Хонсу немножечко сошел с ума, всех их, все их существование предаст огласки, и заточили его у статуэтку, и все, но, по крайней мере, теперь знают, где именно вход в ту пещеру, но этому разрешили свидание, ну, типа, он же бывший его аватар, да, но он такую речь толкнул, что говорит, именно твое, смотрите, что именно у него случилось, желание Хонсу карать всех преступников, да, а этому было мало, вот было мало ходить, искать преступников, ему хотелось больше вот этого всего, говорит, это мой большой грех, то, что ты дал мне вот это желание к такому уничтожению, ну, вот как-то так, как-то так, все, ребята, это был третий эпизод, на половиночке мы, что вы ожидаете, какие интересные сцены вы ждете, кто станет, еще интересный момент, если они воскресят эту АМАТ, выпустят, будет ли она лазить как чудовище, или мы видим, что все выбирают себе аватар, ну, вот, кто может быть аватаром, вообще, было бы, конечно, крутой поворот, если бы ее сделали аватаром, представьте, вот такая, такая-то, мы знаем, что она хороший материал для аватара, мы знаем, что Хонсу, он даже говорил, что если я ставлю тебя, я воспользуюсь ей как аватаром, ну, это было бы круто, это было бы вот во всех, по всем канонам мумии, той же самой, да, когда главная героиня вдруг становится под контролем какого-то зла, так что, поэтому, если бы я писал этот сценарий, и АМАТ, ей нужно было иметь аватара, то я бы сделал бы аватаром ее, по крайней мере, я не боюсь, ладно, ждем, ждем, может быть, может быть, отчасти фанатик Артур Хэроу думает, что он станет аватаром, а она аватаром выберет ее, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, подождем, увидим, все, на этом мой обзор, разбор, обзор окончен, ребятушки, пожалуйста, я вас очень-очень-очень прошу, ставьте лайк, если вам нравится видео, поставьте лайк, потому что, вот сейчас, монетизации как таковой нет, проталкивания как такового нигде нет, потому что все алгоритмы летят к чертовой бабушке, так что, ваши лайки и ваши комментарии, положительные комментарии под этим видео, это то, что помогает мне делать видюхи. Ребята, если, если не будет вот этого всего, знаете, когда я открываю, смотрю, нет ни лайков, ни комментариев, я говорю, а зачем мне морочить жопу, для того, чтобы записывать там видюхи, сидеть, общаться, если это никому не надо, зачем для него это надо? Покажите мне, пожалуйста, вот на примере этого видео покажите, насколько действительно вам это важно. Пас, комментарий, лайк, большой комментарий, ответьте кому-то в комментариях, сделайте перепост какой-нибудь. Ребята, покажите мне, что вы заинтересованы в этом деле, что это не только нужно мне одному. Все, большое всем спасибо, еще раз огромная благодарность спонсорам, которые нас поддерживают. Все, пока-пока.